Всем привет! Продолжаем рассматривать демоверсии игр различной степени обскурности. И сегодня у нас пиратский квест Red Jack Revenge of the Brethren, 98-го года. Игра повествует о нелёгкой судьбе простого английского паренька по имени Николас Дафф, который волею судеб идёт в пираты. На доле свежеиспечённого флебустьера выпадет немало разнообразных приключений, а в конце ему даже предстоит потопить целую испанскую флотилию, ну или помереть в процессе. Но сперва немного предыстории. Данную игру разработала Cyberflix Incorporated. Созданная в начале 90-х, эта компания, как и многие в то время, пыталась выехать на набирающую популярность теме мультимедии на стыке кино и игр. Результатом стали амбициозные, но слабоиграбельные проекты типа Lunicus, Jump Raven и кибернетический, прости господи, вестерн Dust, A Tale of the Wild West. Потом в 96-м эти чудодей-киберкиношники погнали уж совсем откровенный трэш, типа биты мапа по мотивам Power Rangers и нечто ужасное под названием Skullcracker. Параллельно с этим вышла наиболее успешная игра Cyberflix под названием Titanic или Titanic Adventure Out of Time. В ней игроку предстоит бродить по печально известному кораблю, общаться с пассажирами и экипажем и в итоге предотвратить Первую и Вторую мировые войны и заодно Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Поборникам историчности, да и просто тем, кто не ожидает таких сослагательных наклонений истории, лучше не играть. Пригорать будет сильно. Titanic Adventure Out of Time вообще заслуживает отдельного разбора за весь навороченный в ней бред. Но мы отвлеклись. Успешная игра стала не только и не столько, потому что разработчики вложили в неё огромное количество труда и средств, хотя что есть, то есть, но и потому, что в ноябре 97-го, то есть спустя год с небольшим после выхода игры, на экраны вышел одноимённый малобюджетный инди-фильм, такого никому неизвестного режиссёра по фамилии... Кэмерон. Возможно, вы что-то слышали об этом. После грандиозного успеха киношного Титаника уже было закрывающейся разработчики из Cyberflix подсуетились и выпустили переиздание своей игры, чем обеспечили себе ещё более миллиона проданных копий. Для сравнения, первого издания Титаника продали всего 40 тысяч копий. Такая вот ирония. Знаменитый на весь мир затонувший корабль помог одной дурацкой компании ещё пару лет продержаться на плаву. Заработанных практически из ничего миллионов с лихвой хватило на последующие юридические срачи основателей компании – да, позже она всё-таки затонула – и на то, чтобы в 98-м наконец закончить долгостроить Cyberflix, создаваемый ими аж с 95-го года. Собственно, Red Jack. Revenge of the Breton. Хм. Так что же по итогу в демоверсии? Действие происходит в Порт-Рояле. Для начала нас парой ласковых приветствует бюджетный клон Пингвина из фильмов про Бэтмена. Пока он почует нас оскорблениями и угрозами завтрашней казни за убийство капитана Джастис. Спойлеры! Игрок офигевает от мыльной графики 20-летней давности и осваивается с интерфейсом. Всё в общем просто. У нас тут обзор мышью на все 360. Левая кнопка совершает какое-либо действие, а правая позволяет прищуриться, что порой немаловажно в такой-то каше из пикселей. Советую сразу же поднять яркость с сочетанием клавиш Ctrl+. Первым делом пробуем пообщаться с нашим коллегой по несчастью в соседней клетке. Он оказывается испанцем по имени Хисус, который вываливает нам целый ворох сюжетной экспозиции и упрашивает протагониста оказать ему помощь в побеге. Толку от него не особо много, по сути он даёт один полезный совет. Постучать кружкой по прутьям оконной решётки, дабы пообщаться с нашей подругой Салливан. Та передаст нам бутылку рома, полезно, да, которую немедленно конфискует местный Коблпот. Если подначить его, пожаловавшись на жажду, он немедля пройдёт за стол и в достаточно криповой манере осушит нашу бутылку. После чего можно заняться побегом. В столе достаем ложку и отковыриваем один из камней вкладки. Полученным булыжником кидаем в стойку с мушкетами. Упавшее ружьё подкинет связку ключей поближе к нам, что и позволит нам выбраться из камеры. Ещё можно чисто по приколу дать камнем по башке нашему тюремщику. Это ни на что не влияет. А вот попытка умыкнуть его пистолет может обернуться весьма печальными последствиями. Поэтому, скрипя сердце, проходим на выход и вновь обещаем испанцу, что мы его тоже освободим. Чуть позже. В полной версии или никогда. Выйдя на улицу, наш Николай понимает, в какое дерьмо он вляпался и достаёт не весть откуда взявшийся саблю и пистолет. Начинается то, что просто обожает любой поклонник квестов. Аркадные вставки! Задача простая. Нужно расстрелять или на худой конец зарубить всех набежавших по тревоге стражников. House of the Dead стайл. С учётом того, что наш пистоль перезарядки не требует и лупит чуть ли не в автоматическом режиме, подобная экшн-секвенция не составляет особых проблем, если играть на компьютере конца 90-х. А вот любителям замедлять старьё на современных системах крайне рекомендуется на свой страх и риск поставить какую-нибудь замедлялку процессора. Если, конечно, вы не хотите, как я, лицезреть могилку нашего безвременно почившего Коли Голубкова два, три, десять, пятьдесят раз... После трёх экранов перестрелки нашего героя вырубают, после чего демка и заканчивается. Интрига! Такая вот получилась жанровая смесь. В безусловных плюсах – не самая плохая звуковая часть, пиратский антураж и какое-никакое единство стиля. В минусах – технические проблемы со скоростью, идиотские затянутые аркадные вставки и ужасающая пиксельная каша. Что для вас важнее – решайте сами. И напоследок забавный факт. Поначалу игра позиционировалась как пиратский мюзикл, но по итогу от идеи решили отказаться. Говорят, фокус-группа засмеяла. А на этом всё, всем пока!